Итак, давайте поговорим про комплексные числа. Мы с вами уже сталкивались с такой ситуацией, когда у нас есть какое-то понятие, и мы сталкиваемся с задачей, которую мы не можем решить с помощью этого понятия. Например, у нас было понятие интеграла Риммана, и мы знаем, что с помощью интеграла Риммана невозможно проинтегрировать функцию, которая была бы неограниченной. Но возникают ситуации, когда мы вроде как нам нельзя проинтегрировать функцию, но мы очень хотим это сделать. И тогда возникает идея, что, может быть, можно как-то обобщить имеющиеся у нас понятия, имеющиеся у нас инструменты, для того, чтобы они могли бы решать ту задачу, которая перед нами встала. И в случае с интегралами мы перешли от интеграла Риммана, соответственно, для этого случая мы расширили понятие интеграла на несобственные интегралы. Как-то их там определили через предел, в общем, придумали какую-то новую конструкцию. История про комплексные числа, она в какой-то мере похожа, хотя в некотором смысле гораздо проще, а в другом смысле сложнее. Значит, давайте поговорим про такое уравнение. Х квадрат плюс 1 равняется 0. Или что то же самое х квадрат равняется минус 1. Но мы с вами знаем, что это уравнение не имеет решения, просто потому что мы знаем, как умножаются числа. Мы знаем, что мы правила умножения, если мы берем, допустим, положительное число, умножаем на положительное число, то получается положительное число. Если мы берем отрицательное число, умножаем его на отрицательное число, то, кстати, снова получается положительное число. Ну, потому что вот так работают правила умножения, минус на минус дает плюс и все такое прочее. Поэтому, в общем, правила арифметики не оставляют нам никакого другого выбора, кроме как сказать, что вот это уравнение не имеет решения. Нет решений. Но что делать, если нам все равно очень хочется объявить что-то решением этого уравнения, как-то научиться его решать? Ну, в таком случае, говорят, давайте мы предположим, что все-таки решение какое-то есть, но просто оно не принадлежит тому множеству чисел, с которым мы сейчас работаем. У нас возникают какие-то новые числа, невещественные числа, которых мы раньше не знали. Но, в принципе, это похоже на то, что мы делали в самом начале. Если думать про то, как математика построена, то мы стартуем, допустим, с теории множеств. Есть конечное множество. Конечное множество состоит из какого-то конкретного количества элементов. Один, два, три и так далее. Так у нас возникают натуральные числа. Потом мы понимаем, что помимо того, чтобы пересчитывать элементы в множество, хорошо бы еще как-нибудь уметь, допустим, разделить один тортик на троих. И нам для этого требуются рациональные числа. Потом мы понимаем, что для измерения отрезков рациональных чисел недостаточно, что нам нужно придумать какие-то новые числа. И мы придумываем вещественные числа. В общем, тот шаг, который мы сейчас делаем, он в какой-то мере стоит в том же ряду. Мы создаем новые числа, которых раньше не было. А именно мы говорим, что вот по определению, давайте скажем, что у нас есть такое число i. i – это какое-то новое комплексное число, которое является решением этого уравнения. И вот здесь, когда я говорю, что нет решений, я имею в виду, что нет решений вещественных числах. Опять же, я подчеркиваю, что это, в принципе, довольно-таки типичная история. Например, ну вот, например, допустим, мы когда-то начинали с натуральных чисел, и, скажем, в натуральных числах невозможно решить уравнение, скажем, x плюс 2 равняется 1. Вот такое решение, например, вот такое уравнение не имеет решений в натуральных числах. И мы говорим, ну хорошо, нет натуральных чисел, которые будут улетворяли этому уравнению, но мы придумаем какие-то новые числа, будут у нас целые числа, которые включаются в натуральные и те же натуральные, взятые со знаком минус. Сейчас мы делаем что-то очень похожее. Мы расширяем наш то чисел, добавляя к ним какие-то новые элементы, которых раньше не было. Вот добавили число i. Значит, про i единственное, что мы про него знаем, что i в квадрате равняется минус 1. Ну, хорошо, вот мы его добавили. Но дальше нужно понять, что с этим числом можно еще делать. Значит, это число, это означает, что оно должно как-то взаимодействовать с другими числами, которые уже существуют, с существенными числами. Мы должны как-то уметь умножать его на другие числа, как-нибудь там делать другие арифметические операции, складывать и так далее. Ну, мы предполагаем, что жизнь устроена примерно так. Значит, во-первых, можно и умножить на какое-то число, и, в общем, если это вещественное число, то мы получим просто какое-нибудь выражение типа 3i. Чему равно 3i? Ну, вот никак это дополнительно не определяется, оно равно 3i. Оно в три раза больше, чем i. А еще можно прибавить к какому-нибудь числу, содержащему i, прибавить какое-нибудь вещественное число. Ну, например, 5. Вот возникают такие выражения. Вещественное число плюс что-то умножить на i. Ну, собственно говоря, вот такие выражения и называются комплексным числом. Значит, комплексные числа – это, ну, неформально говоря, можно сказать, что это вот всевозможные вот такие выражения. А плюс и b, где а и b – это вещественные числа. Вот такое множество – это множество комплексных чисел. Оно обозначается вот такой вот буквой c. Значит, это множество всех комплексных чисел. Ну, хорошо. Значит, как число i умножать на вещественные числа и складывать в вещественные числа, мы поняли. Просто, грубо говоря, вот так вот. То есть мы просто говорим, что вот эта вот запись, она дополнительно не упрощается. Ну, а давайте теперь подумаем, а что будет происходить, если я, допустим, сложу два комплектных числа. Вот, скажем, у меня есть число 5 плюс 3i. Это одно число. Я к нему прибавляю число, скажем, 7 минус 2i. Ну, в этом случае с комплексными числями нужно действовать так же, как мы обычно действуем стандартным правилом. Значит, можно сказать, что это будет такая штука. Я просто могу раскрыть скобки, переставить слагаемые. Плюс 3i минус 2i. И дальше делать стандартные арифметические операции. Значит, 5 плюс 7 – это 12. Дальше я могу i вынести за скобку. Внутри скобки остается 3 минус 2. То есть это 12 плюс i. Здесь арифметические операции совершенно прозрачные. Сложение, вычитание, понятно, как действует. На самом деле, можно сказать, что они действуют по компонентам. Значит, вот у комплексного числа а плюс и b у него есть так называемая вещественная именемая часть. Значит, а называется вещественной частью числа а плюс и b, а b называется мнимой частью. Слово мнимое по-английски imaginary нужно, конечно, воспринимать как традиция. Значит, когда комплексные числа придумали и ввели вот это вот число i, сказали, что i – это числа, которые пропорциональны i. Это такие мнимые числа, что как бы у нас есть вещественные числа, которые настоящие, которые отвечают длинным отрезков. А есть вот мнимые imaginary, то есть те, которые мы представили себе. И числа, которых вроде как нет на самом деле, ну вот мы их представили, помыслили. Но сейчас мы знаем, что современное представление состоит в том, что, конечно, все числа в одинаковой мере можно называть imaginary, потому что числа – это все-таки продукт нашего воображения. Но, тем не менее, терминология сохранилась. Значит, соответственно, вот эта вот часть, которая стоит при i, называется мнимой частью. Обозначается еще так. Значит, говорят, что а – это real part, и пишут ре, а b – это imaginary part, и пишут им. Вот, соответственно, если говорить про сложение, то вещественная часть складывается с вещественной частью, мнимая часть складывается с мнимой частью. Вот. Ну, давайте посмотрим, как работает умножение. Опять же, давайте я возьму какие-нибудь два числа и перемножу. 2 плюс 3i умножить на 7 минус 2i. Что-то мне постоянно хочется. Плюс 7 минус 2i давать что-нибудь другое. 4 минус 3i. Ну, например, так. Опять же, мы стараемся сохранить как можно больше арифметических правил. Как они действовали, так они и будут действовать. В частности, скобки можно раскрывать, как обычно. Ну, и получается такая штука. 8 плюс 3i умножить на 4 минус 3i умножить на 2 и минус 3i умножить на 3i. Ну, и давайте смотреть, что получается. Значит, ну, во-первых, понятно, что если я умножаю 3i на 4, то это просто 12i. А если умножаем минус 3i на 2, то это просто минус 6i. Поэтому у нас здесь остается, что у нас здесь получается, минус 6i. Плюс 6i. Плюс 6i. Плюс 6i, да. Плюс 6i. Вот. А что происходит с вот этой вот штукой? Значит, здесь 3i нужно умножить на 3i. Ну, 3 на 3 умножается и получается 9. А вот i умножается само на себя. Что от него остается? Поскольку i квадрат равняется минус 1, то получается просто плюс 9. Значит, мы вот здесь воспользовались тем, что i квадрат – это и есть минус 1 по определению i. Ну, и дальше можно еще подсократить. 8 плюс 9. Это что там? 17 плюс 6i. Простите, а почему все-таки плюс 6i? У нас же было 2 на минус 3i и минус 6i, и все хорошо. Нет, но здесь было плюс 12i и минус 6i. Поэтому плюс 6i. А, поняла, да, пардон. Вот. Ну, вот видно, что умножение, с одной стороны, оно работает по понятным правилам. Ну, как обычно мы работаем. С такими алгебрическими выражениями. Единственное, что-то новое и необычное – это вот то, что когда мы встречаем i квадрат, мы должны его заменить на минус 1. А с другой стороны, как-то вот коротко описать правило умножения не так-то легко. Вот правило сложения описать легко просто. Вещественная часть складывается с вещественными, минус – с минус. А правило умножения так просто описать не получается. Но сейчас, буквально через секунду, мы введем некоторый другой способ смотреть на комплексные числа. И там как раз умножение можно было записать очень легко. Вот. Но давайте посмотрим. Значит, давайте скажу, что нам нужна геометрическая интерпретация комплексных чисел. Значит, вот мы рисуем плоскость. Обычная наша плоскость Декартова с координатами x и y. И теперь смотрите, можно сказать так, что вот здесь вот у меня будут вещественные части чисел откладываться, а по вертикали будут мнимые части. То есть вот у меня вот тут вот есть число i. А здесь есть обычное число единицы вещественное. И дальше я могу любому комплексному числу поставить соответствие точку на этой плоскости. Например, вот эта точка – это 1, 2, 3, 4, 4 плюс 2i. Давайте я помешу здесь 2i. Вот. Таким образом, множество комплексных чисел геометрически изображается как обычная Декартова вещественная плоскость. В принципе, неудивительно, потому что для того, чтобы задать комплексное число, нам нужно задать его вещественную мнимую часть. То есть нужно задать пару вещественных чисел. То есть комплексные числа, если забыть про то, как у них устроены операции, то они вот так чисто с точки зрения теории множества – это просто то же самое, что обычная вещественная плоскость r квадрата. Ну и на самом деле такой подход к комплексным числам позволяет как-то по-новому взглянуть на арифметические операции. Вот, например, как устроена операция сложения? Значит, есть у меня два числа. Например, вот это число 4 плюс 2i. И есть какое-нибудь другое число. Ладно, давайте не 4 плюс 2i, давайте какие-нибудь числа поменьше сделаем. Вот, например, у меня есть вот такое число, оно называется i плюс 2. И есть, скажем, вот такое вот число. Оно называется минус 1 минус i. Разве не просто 1 минус i? Просто 1 минус i. Вот, а что будет, если я эти два числа сложу? Ну, мне нужно сложить вещественную часть с вещественной, мнимую с мнимой. Значит, вещественной части у меня 2 плюс 1 – это 3, а мнимая будет i плюс минус i, то есть 0. То есть получается вот такое вот число. Геометрически это соответствует сложению векторов. Я думаю, вы помните из школьного курса, что на плоскости можно рисовать векторы, которые, как правило, обозначаются вот такими стрелочками, отрезочками со стрелочками. И что векторы можно складывать. И сложение комплексных чисел работает так же, как сложение векторов. По правилу параллелограммы. Помните эту историю, что если у вас есть два вектора, вам их нужно сложить, то их сумма – это вот такой вот вектор. И все работает все то же самое. Ну, собственно говоря, если помните, у векторов тоже есть координаты. И в координатах векторы складываются по такому же закону, как комплексные числа. Они складываются по координатам. Поэтому совершенно неудивительно, что сложение работает именно так, как сложение векторов. А вот умножение, как работают умножения, вопрос более интересный. Дело в том, что на векторах нет естественной операции. Если вы рассматриваете векторы на плоскости, то у вас нет такой операции, как взять произведение этих векторов и получить новый вектор на плоскости. Есть скалярное произведение, которое из двух векторов делает число. Есть векторное произведение, которое из двух векторов на плоскости делает вектор, который перпендикулярен этой плоскости. А вот такой операции векторного произведения, которое бы из двух векторов плоскости делалось новый вектор плоскости, не существует. Почему ее не существует, это отдельный вопрос. Но комплексные числа умножать друг на друга можно. И хочется понять, как это работает геометрически. Для того, чтобы это сделать, нам выгодно на этой плоскости, на которой мы рисуем комплексные числа, ввести не Декартовую систему координат, а полярную систему координат. Что такое полярная система координат? У любой точки, это не обязательно связано с комплексными числами, это просто общая математическая штука, полярные координаты. Если у вас есть плоскость с координатами x, y, вы можете точки на этой плоскости идентифицировать не по их координатам x, y, а таким образом. Вам нужно выбрать направление. Как правило, если у вас изначально есть Декартовая координата, то, как правило, это направление оси x. И дальше каждую точку можно задать, выбирая полярный угол. Он обычно обозначается буквой θ или буквой φ. И радиус. Это просто расстояние до нуля. Если вы знаете вот эту пару чисел, r и θ, то вы знаете, что это за точка. Любая точка характеризуется этими двумя числами. Ну, собственно говоря, давайте мы посмотрим, как именно это происходит, а именно зададим переход из полярных координат в Декартовые координаты. Значит, вот если я знаю, что вот эта точка у меня имеет полярные координаты r и θ. Значит, r называется полярным радиусом или просто радиусом. Вот, а тета называется полярным углом. Значит, как перевести из пары r θ получить пару x и y? Ну, с помощью косинуса и синуса. Положить углы и перемножить. А, ну или что вы хотите? Нет, нет, я хочу x в y координату. Вот это же самое. x в y, r синус. Да, значит, мы знаем, что если бы радиус был бы единичным, то тогда бы x в y координаты, это просто была бы, соответственно, косинус и синус. Но поскольку радиус не обязательно единичный, то нам на него нужно умножить. Поэтому это будет r косинус φ, а это будет r синус φ. Вот. В обратную сторону тоже можно перевести, но нам придется использовать там какие-то арксинус, арктангенсы, что-нибудь какие-то такие. Арксинус θ или φ? О, θ, θ, θ. Я в этот раз решил использовать θ, пусть будет θ. Вот. И, соответственно, поскольку так можно задавать точки на плоскости с помощью полярных координат, также можно задавать и комплексные числа. Значит, для комплексного числа z равняется x плюс и y, можно написать полярное представление. то есть можно сказать, что z – это есть на самом деле r косинус θ плюс и синус θ. Давайте вот так сделаем. Значит, r на всю эту штуку умножается. И в этом случае r называется модулем z. r, а θ называется аргументом. То есть комплексные числа могут задаваться своими модулями аргумента. И давайте посмотрим теперь, как комплексные числа умножаются в терминах своих модулей и аргументов. То есть пусть у меня есть два комплексных числа, допустим, z1 и z2. пусть z1 равняется r1 косинус θ1 плюс и синус θ1, а z2 равняется r2 косинус θ2 плюс и синус θ2. Давайте посмотрим, что происходит, когда я их перемножаю. Во-первых, понятно, что радиусы перемножаются. И давайте посмотрим, что будет происходить с их аргументами. Значит, косинус θ1 плюс и синус θ1 нужно умножить на косинус θ2 плюс и синус θ2. И давайте попробуем раскрыть скобки. r1 r2, значит, у меня получается косинус θ1 на косинус θ2. ой, плюс и синус θ1 косинус θ2 плюс и косинус θ1 синус θ2 и плюс... И плюс что? Там минус вроде не появляется. Ну, минус синус θ1 на синус θ2. Да, у нас и в квадрате здесь возникает, которая равняется минус единице. Синус θ1 синус θ2. Да, r – это вещественное число. Значит, r – вещественное число и θ – вещественное число. Ну, на самом деле, я вот так сейчас написал, что аргумент равен θ. Но понятно, что на самом деле аргумент определен с точностью до прибавления целого числа оборотов. Потому что отображение из полярных координат в Декартово, оно как бы однозначное. То есть если у меня есть пара r – θ, то пара x – y определяется однозначным по этим формулам. А в обратную сторону оно неоднозначное, потому что одному и тому же, одной и той же точке соответствует непонятно сколько углов. Ну, точнее, понятно сколько счетное множество углов. Потому что мы можем добавлять к θ целое количество оборотов, от этого ничего не поменяется. Вот. Но вот мы выбрали какие-то, значит, какое-то значение аргумента. Какие-то θ1, θ2. Так, ну, давайте смотреть, что у меня получается. Значит, r1, r2. Давайте я выделю вещественное мнемое участие. Значит, здесь получается cos1, cosθ1, cosθ2 минус sinθ1, sinθ2 плюс i умножить на sinθ1, cosθ2 плюс cosθ1, sinθ2. Не кажется ли вам эти формулы знакомыми? Ну, сумма, ну, сумма косинус, точнее, ну, типа cosθ1, θ2. θ1 плюс θ2, да. И sinθ1 плюс i sinθ1 плюс θ2. Да, вот они, те самые ужасные школьные формулы арабастрилентрическими функциями. Вот они проявились. То есть, смотрите, что получается. У нас было два числа, z1 и z2. У них были модули, равные r1 и r2. Когда мы их перемножили, модули умножились друг на друга, получился r1 и r2, а аргументы сложились. И это и есть геометрическая такая интерпретация того, как работает произведение чисел комплексных. То есть, если у вас есть два комплектных числа, которые можно, опять же, представлять в виде векторов, то мы знаем, что получается в их произведении. Значит, у них аргументы сложатся. То есть, вот эта штука прибавится к вот этой штуке. Получится какой-то вектор, который будет смотреть куда-то. Их модули перемножатся. Ну, этим и объясняется i. То есть, 90 градусов плюс 90. Да, на самом деле, если мы теперь посмотрим на число i, которое торчит вот так вот, то понятно, что благодаря тому, что аргумент i – это pi пополам, умножение на i – это просто поворот на pi пополам. То есть, вот если я смотрю на то, что у меня происходит с, допустим, числом 1, я вот число 1 взял, умножил на i. Получилось i. Потом я взял, умножил его еще раз на i. Получилось i квадрат, то есть минус 1. Потом я взял, еще раз умножил его на i. Получилось число, которое называется минус i. Еще раз умножил на i, и снова получилось 1. Вот такое возникает вращение на 90 градусов. Вот на самом деле это очень важно, потому что i задает именно такую операцию, операцию поворот на 90 градусов. Вот наличие этой выделенной операции и отличает просто абстрактную вещественную плоскость r квадрат, отличает от множества комплектных чисел. На комплектных числах задано умножение на i. Ну и которое потом продолжается до умножения на все комплектные числа. Важно еще раз, почему на 90 градусов? Ну, смотрите, потому что аргумент i равен 90 градусов. Вот что такое i? i – это число, которое вот здесь находится. Ему соответствует точка, которая находится вот здесь. То есть у i, полярный вот этот самый угол θ, он равен 90 градусу, потому что мы откладываем относительно горизонтальной оси. Здесь у нас будет ось вещественных чисел, а здесь будет ось мнимых чисел. Вот. Поэтому, поскольку у i аргумент pi пополам, то каждый раз, когда мы умножаем на i, у нас к нашему числу прибавляется, к аргументу нашего числа прибавляется pi пополам. То есть происходит поворот на pi пополам, то есть происходит поворот на 90 градусов. Вот. Хорошо. Давайте вернемся к уравнению x квадрат плюс 1 равняется 0. Вопрос. Какие у него корни? Плюс-минус i? Да. Ну вот, во-первых, у него есть корень i, который мы просто объявили корнем этого уравнения. Во-вторых, у него есть корень минус i, потому что, ну вот, минус i в квадрате – это минус 1 в квадрате умножить на i в квадрате, то есть это есть 1 умножить на минус 1, то есть это снова минус 1. Теперь давайте представим себе, что я бы хотел определить функцию, которая называется квадратный корень. Ну, собственно говоря, у нас уже есть квадратный корень. Квадратный корень есть у нас дома. Но в вещественных числах квадратный корень был, понятно, как определен. Он был определен только для положительных чисел, и квадратный корень из положительного числа был всегда положительным числом. Там такое для неотрицательное. Теперь, вроде как, мы научились вычислять корни из отрицательных чисел, потому что вот у нас есть решение вот этого уравнения. Это, естественно, кандидаты на то, чтобы быть квадратным корнем из минус 1. Но у нас их два – i и минус i. Вопрос. Кого бы из них объявить квадратным корнем из минус 1? Никого. Так, никого. Какие есть еще варианты? Минус i. Значит, квадратный корень из минус 1. Вот если бы я хотел, чтобы это была бы честная функция. Вот когда у нас была такая проблема с вещественными числами, у нас, например, если я спрашиваю, кто такой квадратный корень, скажем, из 4, то мы говорим, ну, это число 2. Хотя число минус 2 тоже, в общем, является не худшим претендентом на то, чтобы быть квадратным корнем из 4. Минус 2 в квадрате тоже 4. Но тем не менее, вот в случае, когда я говорю про вещественные числа, я могу выделить ту ветвь квадратного корня, которая, ну, просто я могу ее как-то выделить, я могу ее как-то зафиксировать, что вот у меня, как бы теоретически у меня, возможно, и вот такая вот функция, и вот такая вот функция в качестве квадратного корня. Но я говорю, что вот я ввожу понятие арифметического квадратного корня, который является просто верхней вершинкой параболы. Вопрос. А что делать с вот этими нашими новыми комплексными числами? Можно ли там ввести какое-то понятие арифметического квадратного корня, которое бы определялось однозначно? Видимо, нет, потому что если мы можем одну и ту же точку на вот этой полярной плоскости получить бесконечным прокручиванием по окружности, то, как сказать, в общем, мы не можем получить какую-то единственную точку, которая будет давать нужный нам результат. Ну, да, но вот у нас есть две, у нас есть как бы две кандидатуры, и и минус, и, например, на роль квадратного корня из минус единицы. И как-то вообще хотелось бы выбрать кого-то одного из них. Но не так-то это просто. Давайте попробуем понять, как должен работать квадратный корень. квадратный корень из z. Значит, мы теперь умеем умножать числа друг на друга, поэтому мы знаем, что если у нас у z есть известный нам радиус, радиус, кстати, всегда неотрицательный. Давайте я даже вот так напишу r+. Значит, если у меня есть комплексное число z... А почему мы всегда можем неотрицательный радиус брать? Ну, по смыслу радиус – это просто расстояние до нуля. Физическая величина. Он просто считается как квадратный корень, обычный вещественный альтиментический квадратный корень из x квадрата плюс y квадрата. С радиусом как раз все хорошо. Вот. Просто расстояние до нуля. Значит, у нас есть... У z есть модуль и есть аргумент. Теперь мы знаем, что если у меня z квадрат равняется какому-то числу w, то мы знаем, что модуль w... Чему равняется модуль w? То есть, если модуль z равнялся r, то чему равняется модуль w? Если w, то z в квадрате. r квадрат? r квадрат, да. А аргумент w чему равняется? Два таких... Как я забыл, называется буквы. Две t, t. t, да. Две t. Хорошо. А теперь я хочу в обратную сторону решить эту задачу. Значит, теперь пусть я знаю, чему равняется модуль и аргумент w. А хочу назад восстановить r и t. Значит, пусть известно... Ну, допустим, я как-нибудь назову их. Допустим, вот это пусть будет ρ, а вот это пусть будет φ. Пусть известно ρ и φ. Найти r и t. Давайте смотреть. Как найти r? Взять квадратный корень из ρ. Да. r – это обычный частный арифметический квадратный корень. Тут вообще без r и ρ – это неотрицательные вещественные числа. Здесь обычный арифметический квадратный корень. Хорошо. А вот теперь вопрос. Как мне найти φ? Вот два возможных варианта, потому что может быть 180 градусов плюс θ, или как это сказать? Совершенно верно. Нам θ надо искать, нам же φ известно. Наоборот, θ, θ, конечно. Значит, θ. Ну, вот по идее, понятно, если у нас угол удваивается, то, значит, вот если вот в эту сторону при возведении числа в квадратный у нас угол удваивается, значит, в обратную сторону должен уполовиниваться. То есть это должно быть просто φ пополам. Проблема в том, что, как вы справедливо отметили, уполовинивание угла – это операция, которая не определена однозначно. Ну, действительно. Вот, допустим, у меня есть какой-нибудь угол. Скажем, вот такой. Допустим, у меня есть вот такой вот угол φ. Я могу его уполовинить и сделать вот так. Это φ пополам. Но с другой стороны тот же самый угол φ равен φ плюс 2π. Да, я могу сказать, что это у меня был такой угол, в котором был цельный оборот, а потом еще φ. И если я уполовиниваю вот этот цельный оборот плюс еще φ, то цельный оборот уполовинивается и превращается в полуоборота. То есть это означает, что у меня есть вот этот φ, а есть вот такой вот угол, который называется φ плюс φ пополам. И если я удвою вот эту вот штуку, если я удвою вот этот угол, то я снова попаду в φ. То есть вот такая вот операция деления, она как бы уже не является однозначно заданной. У каждой точки есть два прообраза, отличающихся с двигом на φ. Согласны? И что же делать? Да. Что делать? Кажется, что можно было бы сделать какую-то такую же штуку, как с обычным квадратным корнем. А именно кажется, что в случае с обычным квадратным корнем у нас тоже была проблема, что у нас было два прообраза. Да, у нас, допустим, на роль корня из четырех претендуют две точки. 2 и минус 2. Но мы говорим, пусть мы просто по определению скажем, что результатом вычисления квадратного корня всегда являются неотрицательные числа. Может быть, можно в комплексных числах сделать что-то похожее. Давайте попробуем. Например, чтобы угол был меньше, чем исходный. Да, ну вот что-то в таком стиле. Но я хочу, значит, я хочу, чтобы функция, которая называется квадратный корень, была непрерывной. Ну, это как бы очень естественное требование. Я совершенно не хочу такого, чтобы вот я увеличиваю-увеличиваю какое-то значение, у меня квадратный корень увеличивается-увеличивается, а потом вдруг бах-бах, и куда-то скачет в совершенно непонятно выбранной какой-то произвольно выбранной точке, куда-то перескакивает в какое-то другое место. Вот, давайте посмотрим, что будет при этом происходить. Значит, вот смотрите. Беру я точку. Давайте я просто нарисую единичную окружность. Я сейчас не хочу возиться с радиусом. С радиусом понятно, что происходит, и это неинтересно. Поэтому я буду сейчас интересоваться только точками, которые лежат на единичной окружности. Точки на единичной окружности, у них радиус равен единице. Если эти точки возводить в квадрат, то радиус останется тоже единица. Ну, и наоборот, если взвлекает квадратный корень, то радиус тоже останется единицей. Единичная окружность, она переходит сама в себя под действием квадрата. Ну, давайте посмотрим. Значит, вот я хочу сейчас рисовать такую штуку. Вот я буду рисовать слева, например. Например, я буду рисовать точечку W. Давайте пусть у меня будет корень из W. А справа я буду рисовать точечку Z. Значит, на самом деле вот это вещественная часть, вот это мнимая часть. W здесь вещественная часть Z, мнимая часть Z. И отображение, которое я сейчас пишу, это отображение Z равняется корень из W. Надо сказать, чтобы построить график, вот мы привыкли к тому, что мы думаем про функции как по графике. Проблема в том, что когда мы начинаем работать с комплексными числами, строить или даже представлять себе в голове графики становится очень сложно, потому что сами наши числа сейчас, они как бы это точки плоскости. Поэтому если бы я хотел бы построить график, то у меня бы горизонтальная ось была бы плоскостью, и вертикальная ось была бы плоскостью. Правильное пространство, в котором можно было построить такой график, это вещественно-четырехмерное пространство. Представить себе его невозможно. Ну, по крайней мере, очень тяжело, я не умею. И поэтому вместо этого я попробую вот так вот порисовать, порисовать соответствующие картинки, просто попробую показать, куда переходит точка под действием нашего отображения. Давайте смотреть, значит, вот у меня здесь была единица. Давайте, тут я тоже нарисую единичную окружность. Значит, куда разумно отправить единицу под действием нашего отображения квадратного корня? В единицу. В единицу, да. Ну, вот как-то хочется преемственность с обычным арифметическим квадратным корнем. Хочется отобразить единицу именно в единицу, а не в минус единицу. Теперь я буду сдвигать эту точку по окружности. Вот я ее сдвигаю, сдвигаю, сдвигаю. Куда при этом будет сдвигаться вот эта точка? Ну, куда? В этот? Между вот этим числом и единицей? Ну, да. То есть, если я сдвигаю эту точку вот куда-то вот сюда, то эта точка тоже будет сдвигаться в том же самом направлении, только вдвое медленнее. То есть, например, в тот момент, когда я доползу до сюда, до числа и, моя вот эта вот точечка, куда доползет? До какого числа? До середины дуги. И на 4. 0,5 плюс 0,5. Ну, и только не 0,5, а на самом деле корень из 2 пополам плюс корень из 2 пополам и. 0,5 плюс 0,5 просто не лежит на единичной. Да, 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 да. Вот. Хорошо. То есть, заодно, кстати, мы вычислили, чему равняется квадратный корень из i. Это, на самом деле, довольно прикольно. Вот, смотрите, мы добавили всего одно единственное. Вот у нас было уравнение под названием x квадрат плюс 1 равняется 0. То есть, у нас была задача отыскания квадратного корня из одного единственного числа минус 1. Мы добавили одно единственное специальное число i, которое является решением этой задачи. И теперь мы можем извлекать квадратные корни не только из отрицательных чисел, не только вот здесь вот лежащих. Но, в принципе, мы можем извлекать квадратные корни из всех чисел, в том числе из комплексных чисел. Вот мы только что извлекли квадратный корень из i и выяснили, что это вот такое число. Можете еще раз сказать, что мы получили корень из 2 на 2 плюс корень из 2 на 2i? Ну, мы просто сказали, что вот здесь вот у нас угол, значит, вот здесь вот у нас угол был 90 градусов, значит, вот здесь угол должен быть 45 градусов, здесь угол должен быть пин 4. Ну, а дальше мы просто знаем, что если у нас угол пин 4, то, ну как, у равноведренного прямоугольного треугольника с гипотенузой 1 катеты по теории Пифагора равны единице на корень из 2, единице на корень из 2. Или что даже самый корень из 2 пополам, корень из 2 пополам. Вот мы это здесь и получаем. Да, я поняла, спасибо. Или можно было вспомнить, чем уравняется синус и косинус для пин 4. Вот, ну хорошо, теперь дальше. Вот дальше мы двигаем, двигаем, двигаем вот эту точку и додвигали ее до вот досюда, до минус единицы. Куда додвигался наш квадратный корень? Да и. Да и. Он додвигался до и. И все вроде как выглядит чудесным образом, как заказывали. Значит, квадратный корень из минус единицы – это и. Значит, дальше мы двигаемся, двигаемся, двигаемся сюда. Действительно, попали в точку и. Проблема будет, когда мы дойдем опять до единицы. Зрите в корень, зрите в корень, да. Совершенно верно. Значит, если мы двигаемся дальше, вот двигаемся сюда, додвигались до минус. И в этот момент. В этот момент. Еще нормально. Да, в этот момент мы попадаем вот сюда, вот в эту точку. Согласны? Но когда мы сделаем полный оборот и вернемся ровно в ту же самую единицу, из которой мы вышли, наш квадратный корень как раз аккуратно доползет до точки минус один. Нам нужна единица. Да, мы бы хотели, чтобы все-таки квадратный корень из единицы равнялся бы единице, а не минус единице. Вот. И он, конечно, если мы сделаем еще один оборот вот такой, он, конечно, вернется в единицу. Мы пройдем вторую половинку окружности, вот эту половинку. Но это произойдет уже только через еще один оборот. То есть вот смотрите, что мы получили. Мы получили, что если мы хотим, чтобы у нас функция квадратный корень была определена для всех комплексных чисел, и она была бы непрерывна, ну и она подчинялась бы вот тем правилам, которые мы вывели, у нас, в общем, нет никакого шанса зафиксировать ее значение в единице. А оба варианта, значение для квадратного корня из единицы, как единица, так и минус единица, они оба одинаково хороши. Потому что вы просто можете вот так вот, гуляя вокруг начала координат, просто перейти от одного к другому. У вас все будет непрерывно меняться, и вы никак не можете ничего с этим сделать. Ну, теоретически мы могли бы сказать, пусть у нас всегда значение квадратного корня, пусть оно всегда лежит, например, в правой полуплоскости, вот здесь. Пусть у него вещественная часть всегда будет положительной. Особенно говоря, то, как мы требовали от арифметического квадратного корня для вещественных чисел. Но тогда что произойдет? Вот когда мы дойдем до, например, когда мы дойдем до вот этой точки, собственно говоря, до минус единицы, у нас здесь, допустим, мы дойдем до вот этого i, но уже в следующую секунду, когда у нас точка окажется вот здесь, точка прообраз, эта точка будет вынуждена отобразиться куда-то вот сюда. То есть вот в этот момент потеряется непрерывность. А потеря непрерывности – это не то, что мы хотим. Ну, и тогда будет решением, наверное, оставить отрицательные и положительные числа, но использовать только положительный коэффициент при i. Ну, я говорю, но это фактически означает, если вы говорите, что вы используете только положительный коэффициент при i, это означает, что вы таким образом теряете непрерывность. У вас ваша функция перестает быть непрерывной. Можно, конечно, в каком-то приложении, может быть, вам это будет и полезно сделать именно такой подход. Но, в принципе, если мы хотим аккуратно, правильно, математически определить функцию квадратный корень на множестве комплексных чисел, так, чтобы она была бы непрерывной, хорошей, дифференцируемой и так далее, то, в общем, единственное, что мы можем сказать, что не получится. Что функция квадратный корень на множестве, определенная на множестве комплексных чисел, она неизбежно не является однозначной. То есть она не является даже функцией, в том смысле, как мы это говорили, она является некоторой такой двузначной функцией. В каждой точке она принимает два разных значения. И, более того, она не просто в каждой точке принимает два разных значения, а мы не можем никак выделить одно из этих значений, потому что мы сделаем полный оборот, и эти два значения поменяются местами. Оказывается, что изучение того, как у вас поменяются местами корни различных уравнений, когда вы будете менять их параметры, это некая важная теория, которая называется теория Голуа. Одно время у нас на Саубаке даже был специальный курс по теории Голуа. Не знаю, прочитает ли когда-нибудь его еще кто-нибудь, но вполне возможно. В частности, эта теория позволяет доказать, что уравнения пятой степени легко могут не иметь решения, которые бы выражались в таком же виде, в каком выражаются корни квадратного уравнения. Вот корни квадратного уравнения, они выражаются в виде функции, в которой есть какие-то арифметические операции, операции вычисления квадратного корня. Вот оказывается, что можно доказать, что уравнения пятой степени с помощью таких формул не выражаются. Это теорема такая. Вот, и там есть большая красивая наука, за этим, которая стоит. Вот, ну ладно. Давайте, значит, это было про квадратный корень, он оказался таким нетривиальным. Давайте еще про одну интересную функцию расскажу. Давайте поговорим про экспоненты. Извините, а с квадратным корнем в итоге к какому выводу приходит? Что не получится? Не получится, да. Но то, что квадратный корень комплексного числа, это обязательно двузначная функция. Это как бы двузначная функция. То есть у вас из любой точки, кроме нуля, есть два квадратных корня. Ну просто, если мы дали себе возможность ограничить вещественные числа, корень, ну для вещественных чисел, что нам мешает ограничить корень для комплексного? То, что вы потеряете непрерывность, это чтобы потерять непрерывность. То есть когда мы жили только на множестве, когда мы жили только на множестве вещественных чисел, у нас была непрерывность корня. Потому что вот когда я двигаюсь только в рамках вот этого луча, все хорошо, никаких проблем не возникает. Но если я разрешаю нам себе обходить ноль, то у меня возникает вот та проблема, которая у нас сейчас, которую мы сейчас увидели. Однозначно теряется. Давайте поговорим про экспонент. И давайте начнем с того, что поговорим про… Ну, собственно говоря, давайте возьмем какое-нибудь комплексное число, W, пусть оно будет x плюс и y. И давайте напишем, чему равняется экспонент от этого комплексного числа. Это e в степени x умножить на e в степени y в степени i. Что-то такое. Да, остается понять, что такое возведение в степени i. Но на самом деле проще даже говорить не про… Давайте просто воспользуемся какому-нибудь… Что такое экспонент? Как вы ее определяете? Я ее стремящимся… Да, можно определять с помощью предела, а можно еще как-нибудь… От нуля… В интернете я, в общем, видел, это уже неинтересно, но экспоненту можно найти через ряд Тейлора. Ну, конечно, можно. Точнее, это и есть ряд. На самом деле мы ее даже не… Как ряд Тейлора вводили, а мы ее изначально… Мы изначально ручками доказывали, что экспоненты, которые мы определяли как предел, что ее можно… Что этот предел на самом деле равен вот такому ряду. В сумме вот такого ряда. То есть, смотрите, что получается. Получается, что для того, чтобы найти экспоненту, нам нужно уметь делать с числами на самом деле не так много. Нам нужно уметь их возводить в степени. То есть, если мы умеем умножать, то возводить в степени тоже умеем. Нам нужно уметь их делить на числа и складывать между собой. И все это мы умеем делать с комплексными числами. Но давайте на самом деле для простоты давайте действительно скажем вот что. Что Е в степени Х плюс И, У это и есть Е в степени Х умножить на Е в степени И, У. И что такое Е в степени Х? Понятно. Это Х – это вещественное число. Е в степени вещественное число, мы уже знаем, что такое. Поэтому дальше возникает вопрос, а что такое Е в степени И, У? Это уже интересный вопрос. Давайте. Заменим В в этом ряду. Давайте просто подставим вот в этот ряд. Давайте просто подставим И, У. Е в степени И, У. У нас начнутся чередоваться знаки, потому что там у нас будет четные степени. И будет превращаться иногда в минус единицу, иногда вы. И, У в нулевой плюс И, У в первой плюс И, У в квадрате на 2 факториал плюс И, У в третьей степени на 3 факториал плюс И, У в четвертой степени на 4 факториал плюс и так далее. Ну, давайте смотреть. Значит, И, У в нулевой – это что такое? Вроде должна быть единица, но… Это всегда единица, да. То есть это комплексное число в степени 0 тоже получается. Тоже самое, да, тоже единица. Что такое И, У в первой степени? Ну, это и есть И, У. Это и есть И, У. Что такое И, У в квадрате? Минус И, У в квадрате, деленное на 2 факториал. Минус И, У в квадрате на 2 факториал. Дальше будет минус И, У в клубе на 3 факториал. Дальше будет плюс И в четвертой на 4 факториал. Дальше будет плюс И, У в пятых на 5 факториал. Потом будет… Подождите, а разве не минус И в четвертой на 4 факториал? Нет, потому что… Нет, потому что вы… А, минус на минус плюс, да. Да, потому что вы минус и… Ну, как бы, потому что И в четвертой степени – это единица. Как раз сделали полный оборот. Я понял. Дальше. Дальше, на самом деле, все зациклится. Минус будет здесь У в шестой на 6 факториал, плюс и так далее. Минус. В смысле, последний минус. Да. Ну, хорошо, пусть будет минус. Вот. И давайте теперь выделим вещественную мнимую часть. Значит, вещественная часть – это та, где нет И. Вот такая штука, вот такая штука, вот такая. Такая штука, вот такая штука. Мнимая часть – это там, где есть И. Вот эта штука, вот эта штука, вот эта штука. Не выглядит… Давайте посмотрим, например, на вещественную часть. Один минус У квадрат на 2 факториал, плюс У в четверти на 4 факториал. Синуса. Совершенно верно. Значит, на самом деле, оказывается, что у нас здесь получается ряд для косинуса У. Собственно говоря, вот весь этот подчеркнутый красным, вся эта вещественная часть. Плюс и наряд для синуса. Как раз у нас же было полярное представление, вот как раз там синус и косинус. Да. И на самом деле, оказывается, что… Оказывается, что если у вас есть теперь число Е в степени Х плюс И, И, то это и есть Е в степени Х умножить на косинус У плюс И синус У. То есть получается, что вот эта вот мнимая часть того числа, экспонент от которого считается, она превращается в аргумент. То есть модуль Е в степени Х плюс И, И, это и есть Е в степени Х, а аргумент от Е в степени Х плюс И, И, это и есть просто И. Или, иными словами, числа вида, ну вот если у меня есть какое-то число, Р косинус тета плюс И синус тета, я его могу записать в виде Е в степени логарифм Р плюс И тета. Или могу написать просто как Р на Е в степени И тета. Вот. Ну, это на самом деле, само все, мне кажется, довольно прикольным тем, что у нас из экспонента вдруг вылезли какие-то косинусы и синусы. И на самом деле это полезный факт, который говорит, что… Вообще говоря, оказывается, что тригонометрические функции и экспоненты – это одно и то же. А, это на уравнение Эллера из этого вроде выводится, то что Е в степени И и П равно что-то единице. Да, давайте посмотрим, кстати, чему равняется Е в степени И П. Так, ну что у нас заменяется? У нас заменяется, получается, на П. Да, у нас получается косинус П плюс И синус П. Минус единица. Минус единица. Да, ну, собственно говоря, вот смотрите, если у меня есть точка на единичной окружности, если это точка с углом тета, то это точка Е в степени И тета. Поэтому Е в степени И П – это просто точка с полярным углом, равным П. Очевидно, что это минус единица. Вот, да, значит, вот такое вот уравнение любят писать, когда любят сказать что-нибудь про красоту математики. Вот. Ну, хорошо. Можно еще раз, пожалуйста, рассказать, почему, как у нас минус единица получается? Ну, смотрите, мы выяснили, что если я считаю экспоненту от и у, где у – это вещественное число, то у меня получается, когда я эту экспоненту раскладываю в ряд, у меня вещественная и мнимая часть просто записывается в виде двух рядов, и вещественная часть оказывается просто совпадает с косинусом у, а мнимая часть совпадает с и синусом у. Просто потому что это уже знакомые нам Тейлоровские ряды для синуса и косинуса. Мы знаем, что они просто сходятся к синусу и косинусу. Теперь, когда мы подставляем сюда Пи, мы видим, что у нас получается просто косинус Пи плюс и синус Пи. Косинус Пи – это минус единица, а синус Пи – это 0, поэтому остается минус единица. Ну, или можно просто заметить, что Е в степени и тета – это то же самое, что точка, лежащая на единичной окружности, с углом тета. Точка на единичной окружности с полярным углом Пи – это минус единица. Поэтому Е в степени и Пи равняется минус единице. Можно чуть-чуть повыше с модулем? А как с модулем штука работает? Ну, смотрите, модуль вот этой штуки – это единица. А, да, все. Потому что это точка на единичной окружности. А модули перемножаются, поэтому, когда вы умножаете вот эту штуку на вещественное число, то модуль – это просто это вещественное число. Вот. Ну, хорошо. Давайте я расскажу совсем бесполезную штуку, но она в свое время меня настолько поразила, что в какой-то мере стала одним из тех факторов, которые привели меня в математику, и поэтому я вам тоже ее покажу. Давайте рассмотрим такую штуку. Значит, рассмотрим вот такое простое отображение. Значит, f от z равняется z квадрат плюс c. Здесь z – это комплексное число, c – это тоже комплексное число. Какой-то параметр. Давайте я напишу, что это fc от z. Значит, отображения проще не бывает. Грубо говоря, если бы z было бы вещественным, то это было бы просто парабола. Но давайте теперь я рассмотрю такую последовательность. Я буду действовать отображением fc на какую-то точку, действовать этим же отображением на образ этой точки и так далее. То есть рассмотрим такую последовательность. z ноликовая, допустим, равняется нулю. А дальше, каждая следующая z – это и есть результат применения fc к предыдущему z. То есть z первое – это просто z0 в квадрат плюс c – это просто c. z второе – это что такое? c в квадрате. Не просто c в квадрате. Это c в квадрате плюс c. Мы каждый раз возводим в квадрат и прибавляем c. z третье – это c квадрат плюс c. Все это нужно возвести в квадрат, прибавить c и так далее. И меня интересует предел этой последовательности. Ну, давайте я скажу, что меня интересует предел модуля этой последовательности. При n стремящемся к бесконечности. Ну, что может происходить? Да, это зависит. Ну, это, конечно, как минимум это зависит от параметра c. Да, ну что может, в принципе, происходить? То есть какие вообще возможные варианты? Ну, если c там больше единицы, то стремится к плюс бесконечности. Да, вот он может стремиться к плюс бесконечности. А к чему еще может стремиться? Ну, к нулю, если c – 0. Да, например, если c равняется нулю, то это означает, что мы как стартовали в нуле, так никогда из этого нуля не выйдем. Значит, может быть плюс бесконечность, может быть 0. в зависимости от c. Может быть, еще что-то. Вот, а теперь у меня такой вопрос. Построить множество тех c, для которых последовательность модулей zn ограничена. Да, то есть это означает, что вот этот вот предел не должен стремиться к бесконечности, как минимум. Ну, это те, которые на окружности лежат? Те, которые лежат на окружности. Ну, смотрите, дело в том, что вот этот c – это параметр, это не стартовая точка. Если бы я спрашивал, как устроена стартовая точка, то тогда бы окружность, да, если, например, у меня c равнялась бы нулю, я выбирал бы стартовую точку, такую, чтобы эта последовательность не стремилась бы к бесконечности, то, да, окружность была бы хорошим вариантом. На самом деле весь единичный круг был бы хорошим вариантом. Но сейчас я хочу, во-первых, я контролирую не стартовую точку, она у меня всегда 0, а я контролирую параметр c. Ну, понятно, что z1 всегда равняется c, поэтому я в некотором смысле стартовую точку тоже контролирую, по крайней мере, я контролирую z1. Но одновременно с этим я еще и контролирую вот этого самое c. Ну, это же вроде этот фрактал… Да, он самый. Да, на самом деле я вот так этот вопрос здесь написал, но ответить на него методом пристального взгляда невозможно. Зато можно написать программу, которая, честно, прогонит, возьмет кучу разных значений c, прогонит для них, допустим, тысячу итераций вот этого процесса и дальше посмотрит, похоже на то, что точка уходит на бесконечность или не похожа. И после этого построят некоторое множество, которое называется множество Мандельброта. Это множество тех значений c, которые удовлетворяют этому условию. Ну, собственно говоря, давайте я сейчас покажу вам это множество. Так… Где-то у меня такое было. Наверняка вы что-то такое уже видели, но… Но давайте я… Значит, собственно говоря, тут есть и алгоритм. Ну, если просто рисовать это множество, то оно выглядит примерно вот так. Это довольно маленькая картинка, я ее сейчас сильно растянул. Чуть попозже я покажу, как она растягивается на самом деле. Вот здесь вот черными точками отмечены те значения c, для которых не происходит уход на бесконечность. И это как раз и есть то самое множество Мандельброта. Комплексные числа. Да, значит, здесь вот каждая точка вот этой вот плоскости – это комплексное число, ну, как бы это как раз c, и c – это комплексное число, поэтому мы их рисуем именно на плоскости. Вот. Значит, для того, чтобы сделать эту картинку чуть-чуть посимпатичнее, полезно сделать вот что. Для тех значений c, которые не лежат в этой черной области, а именно для вот этих вот значений, полезно и красиво нарисовать, насколько быстро наша последовательность убегает на бесконечность. Тогда получается вот такая картинка. Тоже я писал довольно медленно работающую программу на питоне. И поэтому она не очень… Ну, то есть здесь большие пиксели. Но можно ее нарисовать чуть-чуть более симпатичный. Например, вот такой. И тут уже становится видно, что это множество, которое закрашено черным, оно устроено дико сложно. У него такая очень нетривиальная граница. Ну, вот видно, что, с одной стороны, у него есть какие-то кусочки, которые ограничены как бы какими-то такими гладкими кривыми, ну, вот типа вот этой вот кардиоиды. Но при этом, если присмотреться, то на самом деле эта граница устроена ужасно сложно. А где ноль? Где ноль? Ноль вот здесь. Ноль где-то вот здесь, по-моему. Интересно то, что вот слева точка вот отделена, несколько точек отделены, и все равно тоже… Вот здесь вот? Не-не, еще левее. Левее, левее. И еще левее. И вот оно. Да. Ну, вот тут на самом деле здесь есть очень тоненький такой ручеек. На самом деле вот это черное множество, оно связано. То есть вы можете из любой его точки перейти в любую другую его точку, не выходя за его пределы. Но при этом вот эти вот лучики здесь, они на самом деле очень тонкие. И действительно, вот когда мы на первой картинке ее рисовали, вот здесь было ощущение, вот здесь вот, что вот эта точечка, она как-то отделена от всего этого множества. Собственно говоря, когда Беном Мандельброд это множество впервые нарисовал, и, ну, он тоже, как бы, это было одно из первых применений компьютера для решения вот такого типа задачки. И тогда компьютеры были очень сильно в новинку. Это не так, как сейчас мы можем быстренько написать 10 строчек и сразу получить результат. А это был тогда сложный процесс. И он получил это на распечатке, и дальше он там хотел это вкушать. И люди, которые занимались версткой этой статьи, подумали, что тут вот какой-то мусор, вот типа вот этой вот точечки, и почистили эту картинку, чтобы не было бы вот таких вот тоненьких лучей, которые из нее выходят. Хотя на самом деле это не мусор, а действительно множество устроено таким образом. вот, кажется, еще какой-то вопрос. Можно еще раз, как мы получили цвет на вот этой следующей картинке? Значит, вот этот цвет, он показывает, он показывает следующую штуку. Вот, допустим, у меня значение C вот это, вот в этой точке. И я смотрю, насколько быстро моя последовательность Zn уходит на бесконечность. То есть если она не вот в этой вот черной области, то она гарантированно уходит на бесконечность. Цвет определяет то, насколько быстро она это делает. Ну, на самом деле цвет определяется так. Нужно просто дождаться, когда расстояние до нуля, когда как раз модуль Zn станет больше, чем там 10, скажем, или 2. То есть чем теплее цвет, тем больше стоп непроизводной функции там. Непроизводная. Просто тем раньше мы пересечем, допустим, значение 10. Я не помню, какую я тут константу выбрал. Ну, то есть вот те точечки, которые… Ну, тут понятно, что какая-то палитра используется, да? Ну, вот понятно, что чем ближе точки к черной области, тем дольше они будут уходить на бесконечность. Ну, не всегда. Ну, там же есть синий такой контур. Да. Ну, вот тут на самом деле оно устроено довольно хитро. Вот другая палитра. И вот я масштабирую эту картинку, и видно, насколько она сложная. Видно, что если я приближаюсь к какой-то точке, которая находится на границе этого множества черного, то там это множество, оно устроено очень сложно. Во-первых, оно в какой-то мере самоподобно. То есть вот если посмотреть, вот, например, вот этот вот кусочек, если его там увеличить покрупнее, то будет видно, что он очень похож. А, кстати, может быть, я сейчас могу… Сейчас, интересно, есть ли у меня такая программка? Нет, кажется, нет. Ну, ладно. Вот. Значит, он на самом деле похож на вот эту вот исходную картинку сейчас, вот такую вот черненькую. На самом деле можно… Значит, во-первых, можно посмотреть какой-нибудь… Сейчас найдем что-нибудь. Что-то какая-то не очень красивая. А это… Ну, вот можно масштабировать. Давайте какую-нибудь посимпатичнее палитру выберем. Что-то мне не нравится такая палитра. Ну, вот можно, допустим, посмотреть вот сюда вот и увидеть здесь картинку, которая практически совпадает с той картинкой, с которой мы начинали. И это такое свойство самоподобия, которое в целом присуще фракталам. Ну, и давайте я под конец покажу вам какой-нибудь ролик, где люди заморочились и сделали очень большой зум этого умаста Мандельброта. Давайте что-нибудь сюда, Мандельброт. Ну, собственно говоря, думаю, что любой подойдет. О, два часа. Поставьте на 2х. Давайте теперь семинары смотреть. Да, тут двумя иксами не обойдешься. Все, смотрите, они, кстати, масштабируют самый хвостик этого самого множества. Ну, хорошо, можно прокрутить вперед. Ну, в общем, ох. Ну, в общем, да. Ну, короче, по-моему, прикольно. Веселее всего это то, что все вот эти вот картинки, они фактически сгенерированы формулой z квадрат плюс c. И все. Ну, в общем, я не знаю. Меня в свое время это дико поразило. И, в общем, я подумал, что, наверное, в этом что-то есть. И надо выучить математику, чтобы разобраться, что там происходит. Ну, кстати, конкретно этой областью математики я не занимаюсь. Это называется голоморфная динамика. Область математики, которая непосредственно занимается именно вот всякими такими фрактальчиками. Никаких непосредственных применений угломорфной динамики я не знаю. Но исследования в этой области есть, они довольно симпатичны. Но так оказалось, что я стал заниматься какими-то близкими вещами, связанными с динамическими системами. Вот, ну вот, хотел вам это показать. Когда это было, ну, наверное, да, наверное, в пятом классе. Но я ничего не понимал. Я мог запрограммировать, ну, то есть, вот такую программу я мог запрограммировать, потому что в книжке красота фракталов, которая мне попалась на глаза и в которой я как раз эти картинки впервые увидел, там был написан код, ну, он был, я не помню даже, был ли он написан на каком-то языке программирования или просто на псевдокоде. Ну, код, на самом деле, очень простой, вот такой вот. Я был в состоянии это запрограммировать, но больше я не был в состоянии как-то не было понять, что там происходит, но все равно было ужасно интересно. В какой-то мере, благодаря этому, у меня появился первый нормальный компьютер, на котором был цветной дисплей, потому что мне очень хотелось это запрограммировать, и потом мне пришлось выучить язык программирования C, потому что, когда я запрограммировал это на Basic, у меня одна такая картинка, типа тех, что я вам сейчас показывал, считалась ночь. Потом пришлось выучить программировать, значит, выучить C, который гораздо быстрее, чем Basic. Ну, так все и понеслось. Вот. Ну, ладно. На этом, наверное, да? Такой вопрос психологический. Я правильно понимаю, что если не цветом отображать скорость устремления в бесконечность, а, например, ввести еще ось Z, сделать это как бы трехмерным пространством, а по ось Z указывать как бы эту скорость, я правильно понимаю, что тогда тем ближе мы будем к границе, тем быстрее будет это изображение как бы туда-сюда по ось Z бегать, как синусоида пина Х. Ну, она там будет очень... Сейчас, давайте я покажу, наверное. Есть такие картинки, можно действительно это не цветом отображать. Давайте. Давайте. Ну, собственно говоря, вот. Вот какая-то из картинок такого типа. Здесь как раз они одновременно цветом и высотой. Ну, и видно, что граница этого множества Мантельброда похожа на такие... Приближение к границе похоже на такое какое-то скалистое... Приближение к такому скалистому плато. И на самом деле, ну, там, собственно говоря, Мантельброд, который сильно популяризировал идею фракталов за пределами очень узких областей математики, он как раз... Его такая ключевая идея была в том, что именно такие вот фрактальные множества, ну, неважно, получаемые из гламурной динамики или получаемые какими-то другими способами, что они хороши для того, чтобы моделировать какие-то вот реальные объекты, объекты, приходящие из реального мира, а не... Ну, кстати, кажется симпатичненько. Что объекты реального мира, они описываются не там гладкими, кривыми, а именно описываются какими-то вот такими вот фракталистыми штуками. Вот. На какое-то время это было очень популярной темой. Да, похоже на фьорды. Вот.